здравствуйте с вами техника здоровья и я ольга лебедь сегодняшнем видео я хочу сравнить две сидонки раз вы смотрите это видео я так думаю что наверное вы уже где-то определились и выбираете между ними и как раз вот есть такой запрос очень частый вопрос и поэтому сегодня я про это и расскажу начнем с того что эта модель tribus фирма зарегистрирована в америке восемьдесят восьмом году то есть ей более 30 лет и с успехом с большим продается по всему миру это производство находится в южной корее бренд правда зарекомендовал себя на самом высоком уровне их девиз это создавать лучшие приборы для здорового питания то есть звучит как то так и с чем они действительно успешно достаточно справляются потому что они упускают целую линейку продуктов то есть тут есть эти и дегидраторы и соковыжималки и проращиватели и собственно как бы там его вакуумный упаковщик появился то есть все что вам нужно чтобы обустроить свою здоровую кухню сидона 9150 появилась на рынке но относительно недавно сколько она наверное два с половиной года пришла на замену старой модели в ней улучшился стабилизатор напряжения потому что если до этого были какие-то скачки в сети то она например обновили обнулялась и был такой момент здесь он усилен и чтобы там не происходило конечно в разумных пределах в сети то есть он все это выдерживает действительно жалоб больше на это вообще в принципе нет еще добавилось изменились сами лотки то есть если раньше это было был двойной лоток с крупной решеткой и сверху сеточка то теперь это вот такой единый очень удобный красивый лоточек пластиковый но не только пластиковый то есть обе модели выпускаются в двух комплектациях то есть абсолютно один и тот же функционал но есть модели с пластиковыми поддонами а есть вот с такими из нержавеющей стали и здесь тоже самое две модели одна идет с пластиковым поддонами вторая из нержавеющей стали сталь 300 304 марки пищевая одним из главных ее преимуществ является встроенный режим комбо то есть здесь вообще в принципе три температурных режима есть температурный режим на высоких температурах на низких температурах и режим комбо который совмещает эти две функции то есть в начале вы можете сушить на более высоких температурах настроить по времени сами вручную задать как бы программу а потом она переключится на низкую температуру для чего это делается дело в том что когда продукты с высоким содержанием влаги такие например как ну томаты арбуз то в принципе когда идет процесс сам сушки то температура самого продукта всегда ниже температуры окружающего воздуха то есть за счет процесса испарения за счет вот этого испарения влаги как раз продукт охлаждается и где-то на 10-15 градусов температура всегда ниже в самом продукте и чтобы убыстрить как раз вот этот процесс ухода влаги можно сразу то есть повысить температуру на эти 10-15 градусов а потом как раз сушить ее чтобы сохранились все энзимы на низких температурах все на самом деле достаточно легко есть инструкция подробная с картинками вы всегда с этим разберетесь то есть начали например вы можете выставить режим который например там три часа будет сушить у вас при например 55 градусах вот а через два часа она у вас переключится и будет оставшиеся например там 8 часов сушить при температуре 45 градусов и это все без вашего ну как бы ведомо будет но в смысле без вашего контроля наверно так лучше сказать все это сохранилось и в новой модели экспресс экспресс модель появилась вообще относительно недавно не знаю год полтора и как раз то что что в не изменилось вот видите они изменили форму чтобы можно было вписать ее в принципе уже на любую кухню если здесь ширина 43 сантиметра то здесь уже 31 значительно вот и чуть они сделали повыше заявляет что практически площадь не поменялась но сейчас если мы посмотрим например оба лоточка лотков стало больше то есть вы увидите как раз площадь их вот видите ну то есть одна треть остается и в принципе она как раз гасится тем что лотков больше и получается одинаковая площадь сушки у вас два вентилятора сзади находится получается как раз горизонтальный либо тоннельный обдув когда воздух идет как раз нагревательный элемент плюс это все циркулируется вентилятором воздухом за счет этого происходит испарение чем хороша данная классическая модель сзади стоит два вентилятора и эти два вентилятора гонят воздух но через нагревательный элемент датчики все это регулирует температуру и собственно за счет этого происходит дегидрация испарения воздуха так что есть такого особенного в этой модели то что в комплекте идет вот такой поддончик и вы можете разделить например вместо то есть 4 лоточка оставить сверху поставить вот этот поддончик и включать эти вентиляторы по отдельности то есть задать режим и вы можете сушить например сверху рыбу а внизу овощи и запахи вас не будут смешиваться потому что поток воздуха будет четко разделен вот этим плотным поддоном если вы сушите либо можно сушить только на на одной половине тогда рекомендуется если вы задействуете только один вентилятор в основном немного продуктов лучше сушить это сверху вот вот такая хорошая есть опция особенность здесь так как она уже здесь стоит один больше более большой такой вентилятор он в принципе задействует практически всю площадь что появилось хорошего в этой модели то что съемный фильтр который можно стирать это правда очень хорошая вещь потому что защищает ваши продукты от пыли от каких-то там насекомых и всяких случайностей которым может залететь с вентилятором просто засосать снова на ваши продукты могу сказать что всего лишь там наверное у трех модели дегидраторов есть именно корейских да вот эти фильтры воздушные вот это такое прям очень хорошее нововведение также подсветка то есть вы можете как-то и ночью это достать если вам вдруг приспичило срочно вот но собственно обе модели действительно прекрасны если вы выбираете что купить например металлические лотки либо пластиковые и считается вроде бы как что всегда металлические лотки лучше я бы не сказала посмотрите на вот вот эта модель и пластиковый если вы кладете вот листик сюда для силиконовой для пастилы то у вас здесь получается больше бортик как раз чтобы налить вот это жидкое фруктовое пюре а когда вы положите листик на лист из нержавейки то у вас бортиков как бы их нету и получится она у вас тоньше соответственно вам надо будет либо в два этапа сушить то есть налить сначала тоненький ну чтобы это не разлилось по краям да он под подсушивается первый слой потом налить второй и так вы можете у того ну как бы сделать ее потолще ну и может быть интереснее потому что два вкуса можно смешать и сделать там цветными но вот имейте ввиду что если вы например собираетесь делать пастилу может быть вам стоит взять и с пластиковыми поддонами но не то что собираетесь а вот берете как основное что для вас это будет каждой модели идут дополнительно листы силиконовые полипропиленовые и тефлоновые они отличаются тем что пропускают воздух то есть здесь как грубо такая металлизированная ткань и через них проходит воздух это ну как бы имитация такой сетки когда вам надо очень очень мелкой чтобы воздух проходил листы силиконовые либо по полипропиленовые в принципе имеет одно и то же назначение просто их выбирают уже ну так как кому как удобно лист мягкий силиконовый здесь три листа в каждой упаковке вот они хороши тем что здесь уже есть градации например когда вы что-то готовите вы можете разлить прям ровно по вот как сказать вот на такие ровные кружочки блинчики там если это какие-то какое-то интересное у вас уже там блюдо готовое полипропиленовые они более жесткие они как бы держат форму с другой стороны сушить в принципе можно на всем но имейте ввиду то есть всегда когда проходит воздух это сохнет всегда быстрее если вы на полипропилене сушите но также можно порезать ног ломтики разложить то они будут сохнуть чуть дольше потому что во первых часть тепла на себя будет брать все равно но полипропилен и воздух не проходит поэтому процесс немножко будет дольше то есть если вот что-то у вас правда то что жидкая либо требует формы но растекается тогда имеет смысл класть конечно вот на более такую ровную поверхность по мощности модель комбо берет 600 ватт эта модель экспресс 470 ватт надо сказать что это тоже мощность не всегда постоянно как правило в принципе во всех дегидраторах когда он уже входит в постоянный режим как правило потребление уменьшается ну это как как бы максимальный такая пиковая мощность да и номинальная когда в процессе уже то есть когда я начал надо все это дело разогреть все конечно идет по максимуму и процесс сушки это все-таки процесс такой много часовой очень тяжело предугадать точно когда это все дело у вас закончится потому что влияет очень много факторов это влажность которая у вас находится в комнате потому что он этот воздух забирает и гонит это температура это толщина которой вы нарежете продуктов это в принципе сами продукты тоже они очень отличаются но все это в процессе сушки когда вы начнете готовить вы достаточно быстро сориентируетесь и уже будете пользоваться им как полноценным бытовым прибором дома я надеюсь он будет вас радовать еще раз повторюсь чем же хороша эта модель это но один из лидеров эталонов да по по дегидратором то есть одни из ну как бы таких лучших моделей поэтому когда вы берете его то есть он уже будет стоять у вас занимать место достойное на вашей кухне видите его можно встроить и например за поместить на место бывшей микроволновки которые раньше мы там все пользовались ими когда-то вот либо встроить куда-то в кухню он прекрасно впишется в интерьер потому что достаточно они все стильные тихо работают встроенный таймер и там и там моделях здесь он настроен до 150 часов модель экспресс до 120 часов то есть это принципе более чем достаточного надеюсь я немного облегчила ваш выбор и сняла какие-то вопросы с вами была ольга лебедь техника здоровья мы ждем вас на нашем сайте либо в нашем шоу-руме в москве где вы можете сами посмотреть и все пощупать потрогать подписывайтесь на наш канал у нас еще много интересных для вас видео всем пока и здоровья и и